Доброго времени суток! Сегодня мы с вами обсудим такую тему, или поразмышляем на такую тему, как наши ресурсы. Когда мы говорим о том, что человек разумное существо, человек создан, сотворен по образу, подобию, когда мы говорим о том, что мы сами создаем свою реальность, когда мы творцы, что конкретно вообще мы подразумеваем. То есть как простым, понятным языком, чего это такое, с чем это есть, и как этим всем управлять для того, чтобы действительно как-то корректировать свой внутренний сценарий, как-то корректировать свою реальность или влиять, или привлекать что-то, или притягивать что-то и так далее. То есть у нас есть определенные ресурсы у человека вообще. То есть все в мире есть энергия. Понятно. Дальше. Мы есть вид такого биологического, наверное. Нет, мы есть представитель биологического вида, который называется человек. То есть у нас есть физические тела. И эти физические тела наделены мозгом, и мозг обладает рядом специфических способностей, функций, которые, ну, по большому счету мы и говорим, что там скрыта творческая лаборатория, с помощью которой мы творим. Так вот за счет чего, посредством чего вообще мы являемся творцами? Все, абсолютно все, каждый в отдельности и все в целиком, создавая один вид представительства, это человечество наше. У нас есть первое. Это наши пять органов чувств, с помощью которых мы воспринимаем этот мир. То есть мы в детстве все трогаем, пробуем на вкус, щупаем, везде залазим, смотрим, заглядываем на все интересно. Мы таким образом собираем вообще информацию, собственно говоря, где мы оказались. У нас есть какое-то тело. Тело мы вообще еще не понимаем, что это наше тело, что это вообще какое-то я. То есть мы смотрим пока вокруг себя. То есть можно сказать, у нас камера только на лбу, и себя, как себя, мы еще пока не осознаем. И первое, что мы делаем, это мы записываем вообще всю информацию. Это цвета, это разные запахи, это разные вкусы, это то, что там горячее, холодное, шуршавое, гладкое и так далее и тому подобное. Далее происходит у нас уже осмысление, отождествление, что у меня, вот как называют по имени, вот это вот тело, я тут хожу, я тут как-то передвигаюсь в пространстве, и вот это то, что передвигается в пространстве, как-то называют. То есть меня зовут Алена, да, там близкие зовут. И я начинаю постепенно на это откликаться. Вы все прекрасно знаете, что дети, они говорят в третьем лице. То есть Саша пописал, Алена поела, Оля хочет куда-то или что-то. Это начальный такой период. Первое это наши органы чувств, второе это наша способность мыслить. То есть способность компоновать, перемещать разные элементы, информацию в виде слов, в виде символов, в виде образов. И вот это у нас воображение. То есть все это мы делаем, вспоминаем, творим, творчество. Все это, ну, назовем это пока одним словом. По этому поводу будет ряд видео. И сегодня мы говорим об общих ресурсах. То есть у нас есть творческая лаборатория. Это наше воображение, где мы можем думать, где мы можем там логически что-то рассуждать. Потому что, ну, любой мыслительный процесс, это по сути не сейчас физическая реальность. Это мыслительный процесс. Это вот какая-то виртуальная такая голографическая лаборатория, где мы можем там совмещать элементы. Вот чтобы там не говорить вот так вот образно, давайте сразу на конкретных примерах, чтобы нам было понятно. Допустим, я вам сейчас говорю, да, вспомните вкус лимона. Вы вспоминаете, у вас это записано в памяти. Или я вам говорю, где вы были вчера в 2 часа дня. И у вас моментально внимание переключается. То есть вы начинаете вспоминать, так, отматывает мозг пленку назад. Можно-то, это все образно, он никуда не отматывает. На самом деле он просто берет тот фрагмент, который мы запомнили, как вчера 2 часа дня. Потому что никакого вчера в принципе не существует. Но, тем не менее, и ага, вот это тело вчера в иллюзии реальности было там-то, там-то. За счет чего это воспоминание происходит? Ну, во-первых, время, да, у нас есть часы, по которым мы ориентируемся дни недели. И есть год, летоисчисление. За счет этого, это можно сказать, это все наши координаты. И мозг, он просто соотносит эти координаты и запоминает. Вчера я была там с подружкой Машей, вчера я была в 2 часа на работе, в 2 часа я вчера сидела, пила кофе. Вот в таком-то кафе кофе выглядело вот так, официант выглядел вот так и так далее, тому подобное. Вы же сейчас не сидите в кафе, вы же сейчас не с подружкой Машей, вы же сейчас не ходите в магазин или не на работе. То есть вы сейчас конкретно смотрите вот этот вот ролик. Но когда я задаю вам конкретную инструкцию, чего делать, ваш мозг моментально это исполняет. То есть мозг это безусловный исполнитель, можно так назвать. Он не оспаривает, не спорит, не сомневается. Он исполняет команды, четкие, понятные команды. Когда мы говорим ум, это другое. Ум это память о себе. И вот как раз таки ум себя запоминает в разных временных точках за счет разных эмоциональных состояний. Не сейчас об этом. То есть сейчас у нас вот тематика, наши ресурсы основные. Это пять органов чувств, это воображение, в котором происходит логика, анализ, мышление, креативность, творчество. Мы пока это все обобщаем в одну кучу. Дальше мы будем это все разбирать. То есть вот эта творческая лаборатория, она может компоновать разные элементы. Более того, она не знает вообще, что такое прошлое и что такое будущее. Есть инструкция. Вспомнить пять лет, что было на моем день рождения в пять лет, я вспоминаю. Вспомнить, что будет в мои сорок лет, я предполагаю. Но это одно и то же, по большому счету. Если в пять лет не было эмоций, я не буду помнить этот день рождения. Можно не день рождения, допустим, если вы четко помните. Пять лет, три месяца, тринадцать дней. Что было в то время? Помните? Я не помню. Даже приблизительно не могу вспомнить. Есть вероятность, да, погрузиться в транс, в гипноз, в айти. Мозг-то все поднимет. Незачем. Просто-напросто, когда нет эмоциональной окраски, мы не запоминаем. Нам это неинтересно. Интересно только тогда, когда был большой выплеск, и мы не прожили этот выплеск. Мы его не выпустили. Мы тогда запоминаем эти моменты. Когда мы проживаем полностью свою биографию от рождения до текущего момента, подчищая все эмоции, мы не помним своего прошлого. То есть мы его можем вспомнить при необходимости, но мы его не вспоминаем без необходимости, грубо говоря. Без запроса оно не выскакивает больше. Ну вот, допустим, взять меня несколько лет назад, когда я только начинала все это познавать и узнавать человеческие ресурсы, я могла там идти куда-то, какой-то фрагмент, какая-то ассоциация, я там вспоминаю каких-то людей, или я там что-то покупаю и думаю в это время, а вот где-то когда-то что-то, или а что мама подумает по этому поводу, или как меня там мужчина воспримет, или... Ну и куча мыслей, то есть есть какой-то процесс в настоящем, и к этому настоящему там еще куча-куча всяких разных приплетается картинок. Почему это происходит? Потому что есть непрожитые эмоции. Когда мы эмоции полностью проживаем, это тоже отдельно будем разговаривать, тогда мы живем в текущем моменте и, по сути, делаем все то, что нацелено на реализацию того, чего мы желаем пережить. Все очень просто. И вот эта вот творческая лаборатория, она способна, для чего мы вообще ставим цели, и как это все примерно работает, это работает следующим образом. Прямо сейчас делаем эксперимент. Я вам говорю, представьте себе фрукт. Вы этот фрукт никогда в жизни не ели, но он существует. Вот я селекционер там какой-нибудь или генной инженерии тут занимаюсь, и скрестила там много-много разных видов. И вот сейчас есть фрукт. Просто представьте его. Он овальный. Ну он где-то овальной формы напоминает, может быть, манго, но он в размерах там 15-20 сантиметров в зрелом виде. По поверхности он, поверхность у него голубого цвета, и он немножечко шершавенький такой. Ну приятно шершавенький. Ну возможно что-то между бархатом и между... Между чем еще? Ну и между жесткой губкой какой-нибудь такой. То есть он вроде будет мягкий-мягкий, но в то же самое время достаточно ощутимый, такой жестковатый. Хорошо. Когда мы счищаем кожурку, сверху он голубой, разрезаем напополам, и внутри большая косточка, примерно так же как в авокадо. Мы достаем эту косточку, и вокруг этой косточки много маленьких косточек, черненькие такие. У сердцевины он белый, а ближе к краям он голубого цвета. Представили, да? Теперь пробуем его на вкус. Вот по текстуре, по текстуре, он что-то между авокадо, вот вроде бы как бы такой вот маслянистый, плотный, мягкий, но в то же самое время чем-то, чем-то что-то похоже на арбуз, то есть это вот какая-то такая рыхлость, и маленькие-маленькие крупиночки. Вот что-то между этим и тем по вкусу. Это напоминает смесь такое ореха кешью, это напоминает что-то цитрусовое, и послевкусие такое сладкое, приятное, ну, как клубника, пускай будет. Вот, и закончили эксперимент. То есть по большому счету, естественно, этого фрукта не существует, но когда я вам это все описывала, это сугубо моя фантазия, ваш мозг исполнял эту самую инструкцию. Вы представляли, более того, если вы, к примеру, никогда не ели авокадо, у вас пробел. Вы не знаете, какая косточка в авокадо, или если вы никогда не ели клубнику, у вас пробел по вкусу. Или вы, ну, к примеру, там у вас отсутствует зрение, вы не знаете, что такое голубой цвет, в плане вот именно, как я говорю, голубой, и у вас есть ощущение этого голубого цвета. Вы будете этот цвет, ну, вы сможете его воспринять только тогда, когда вы там... А, ну, хотя вы слышите, вы все равно его по-своему-то как-то будете воспринимать. Просто это будет отличаться от зрячих людей. То есть, понимаете, по сути, это моя фантазия, которая вполне может стать реальностью. Вот если я задамся сейчас целью, вот я хочу создать все-таки этот фрукт, ну, по большому счету, все так произошло. Вот мы кушаем, допустим, тот же самый нектарин, это скрещивание видов определенных. Или вот недавно там мне тоже подруга прислала какой-то фрукт. Я реально его первый раз видела. Я даже на картинках его никогда не видела. Ну, то есть, прям мне было так очень приятно, что существует много всего того, чего я еще не знаю. Это интересно. И когда мы работаем с какими-то целями, аналогия примерно такая же. Все, чего мы желаем, это мы составляем какие-то химические элементы, переставляем, переставляем объекты, меняем цвета у этих объектов и все такое прочее. Я недавно проводила там в соцсетях эксперимент «Желтый Мерседес». Это вот к этой же тематике. То есть, те люди, которые заморочились по этому поводу, которые действительно прочитали пост и стали это выполнять, в течение четырех недель они увидели этот «Желтый Мерседес». Кто-то на следующий день, кто-то две недели матерился, ходил, но все-таки увидел там, кто-то через три дня забыл вообще, вылетел, и вот оно, «Желтый Мерседес». Оказывается, они существуют. И по большому счету все строится по этому же самому алгоритму. Но есть некоторые нюансы. Какие нюансы, мы будем говорить в следующих видео, ну потому что там много всяких на самом деле нюансов. То есть, по сути, все очень просто. Это наше чувство, это наша творческая лаборатория и это наша способность управлять вниманием. Каким образом ставить задачу мозгу. Но, есть «но». Когда мы не являемся авторитетом в собственных глазах, то, что мы ставим себе какую-то задачу сознательно, вообще никак не реализуется в жизни. То есть, я могу хотеть годами, и это не будет происходить. Почему? Потому что я не являюсь авторитетом, я не устанавливаю законы в своей реальности. У меня устанавливают законы мама, какой-то бог, какая-то религия, какое-то государство, какое-то чье-то мнение или общество, может быть, здесь же. То есть, не я. Поэтому я себе могу читать аффирмации, визуализировать, все это ощущать. Это не будет работать. Поэтому мы говорим о здоровой самооценке. Это первично вообще, с чем нужно работать, для того, чтобы каким-то образом качественно влиять на уровень взаимодействия, на энергетику свою, на те события, которые происходят. Есть еще временной интервал. Вроде бы нет времени, его реально не существует. Но есть наша биологическая жизнь, которая подвержена земным законам, которая подвержена гравитации, которая живет, можно сказать, в своей среде биологической. У нее есть закон. И если законы эти соблюдать, познавать и учитывать, уважая свое тело, любя свое тело, чувствуя свое тело, воспринимая все его импульсы или давая ему свободу, это одно и то же, то наше тело, оно является ресурсом творения. Никаких проблем оно не создает. Но когда мы игнорируем, когда мы не принимаем свое тело, когда у нас комплексы по поводу внешности, по поводу личности, по поводу травм каких-то, у нас дефицит, зависимости, все это искажает саму реализацию. И я хочу одного, делаю другое, чувствую третье, думаю четвертое. полный раздрайв называется отсутствие энергетики, потому что все расходуется куда-то в разные стороны. И получается, что ничего не происходит, очень много суеты, очень много вопросов внутренних. Первый шаг, что нужно делать, это научиться уделять время себе, успокаиваться. Не успокаиваться в плане успокоить себя в какой-то стрессовой ситуации. Нет, стрессовая ситуация, она переживается. Находить время именно просто там, где-то прогуляться, где-то медитировать, где-то физические какие-то упражнения. То есть подбирать индивидуально для каждого человека есть свой ресурс, состояние покоя, состояние медитации, тишины. Кто-то слушает музыку и проваливается куда-то, кто-то рисует картины, кто-то посуду моет и проваливается в это состояние. Кому-то нужно выйти на природу, кому-то нужно побегать, кому-то нужно силовые железо покачать в зале, ему прям будет хорошо. Кому-то нужно попрыгать, кому-то сексом заняться, кому-то еще что-то поделать. Это индивидуально. Поэтому то, что я сейчас говорю, это такие очень общие представления. Но дальше, в последующих видео, мы будем разбираться, потому что действительно очень много у людей вопросов. Я все эти вопросы задавала себе сама в свое время и постоянно продолжаю их задавать. То есть как бы есть, назовем это, есть макромир, вроде бы есть один Бог, есть один Творец или Разум Высший, или Универсум какой-то, или есть одна какая-то разумная энергия, разумная материя. Это вот макромир. Все. Вроде бы как бы все понятно. В рамках этого всего происходит творение. Следующий этап это вот наша материя какая-то. Да, вот материя. У нас есть тело. Ну здорово. Я же вижу свое тело, осознаю, что я машу руками, разговариваю, испускаю какие-то звуки. У меня там волосы выпадают, вырастают снова. Кожа слазит. Я что-то счищаю себя. Ну то есть я осознаю какие-то свои физиологические, чисто процессы. И в то же самое время внутри этого тела происходит миллион разных процессов, которые, ну по сути, исследованием которых я в последнее время и занимаюсь. И через свои эксперименты, и изучая там научные какие-то открытия и так далее. Поэтому первый шаг вот непосредственно к этому видео это находить время для себя. Так мы усиливаем свою энергию, так у нас появляется возможность отработать какие-то кармические задачи, родовые задачи, принять все это, создать личность, вообще свобода выбора какая-то появляется хотя бы. Потому что для того, чтобы пережить даже какую-то боль из прошлого, нужна энергия. Если ее нет, мозг не позволит это делать, потому что это угроза для жизни. А если это угроза для жизни, ну, будет всевозможное бегство, всевозможное какое-то отклонение от этой задачи. Поэтому когда мы начинаем познавать этот мир, это заниматься своим телом и заниматься самооценкой. Это первые такие два шага, которые нужно делать одновременно для того, чтобы там куда-то двигаться в глубину непостижимую постигать. Для того, чтобы заниматься телом можете подписаться на бесплатный курс «13 шагов к осознанному телу» для того, чтобы заниматься своей личностью. Ну, для этого сайт вам в помощь, там разобраны всякие разные программы, самооценка, мышление, женщина, там, ну, и куча всего-всего. Ну, а тренинги, по сути, каждый тренинг, каждый мастер-класс, каждая какая-то программа, так или иначе, там, будь это работа со страхами, с виной, или будь это развитие интуиции, или женское состояние, или это магия человека, или это школа осознанности. То есть, это, по большому счету, это все об одном и том же, просто с разных уровней, разные точки восприятия, информационные подачи, а суть везде одна и та же. До встречи в следующих видео, дальше будем разбираться в разных нюансах того, как мы этим всем пользуемся, где у нас какие блоки, почему что-то не получается, а что-то наоборот получается, то, чего совсем не нужно. Прекрасного вам дня, успешного, удачного, такого настроения, потому что, по сути, жизнь это всегда есть успех, пока мы живы, мы проснулись, это уже успех. Мы там передвигаемся на двух ногах, но это уже очень здорово. Мы смотрим, видим, слышим, способны читать, слушать. У нас есть интернет, у нас есть телефоны, компьютеры, макбуки, айпады и же с ними. Поэтому, ну, все здорово, жизнь удалась на данный момент, а дальше, может быть, еще лучше. Всем прекрасного дня и волшебства!